О, хей, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал, Маугли здесь, добро пожаловать в Scrap Mechanic, и я приветствую всех инженеров, конструкторов и творцов. Мы продолжаем обозревать постройки наших подписчиков, и прежде чем мы начнем сегодняшнюю серию, я хотел бы пригласить вас всех в нашу группу ВКонтакте, в которой есть тема, куда вы можете сбрасывать свои постройки. Поэтому, если вы любите крафтить, вы любите творить и создавать, пожалуйста, скидывайте ваши постройки в эту тему, и я сделаю обзор на них. И начнем мы сегодняшнюю серию с обзора вот этого прекрасного двухколесного байка, который нам построил наш любимый подписчик Владислав Зыбалов. Этот двухколесный байк не просто очень крут по своим двигательным характеристикам, но также он выглядит очень потрясающе. Давайте сначала осмотрим его внешним. Два таких вот массивных колеса держатся на рессорах, я вижу, это у нас, по-моему, какие-то у нас рессоры, кстати. А это у нас обычные спортивные рессоры. Значит, вся конструкция выполнена в основном из трубок, но также есть, насколько я вижу, какие-то металлические детали, металлическая основа, фундамент некий есть. Также у нас есть четыре фары, которые светят, освещают нам путь, это отлично. Впереди стоят какие-то две непонятные антенны, я не знаю, что это такое, может быть, даже это какие-то орудия, знаете, как будто это средства передвижения из смертельных гонок, и они крутятся при движении. Я не знаю, я не пробовал, еще не ездил. Посмотрим, как они работают. Красное кресло, вижу пару сенсоров, которые, видимо, держат баланс, смотрите-ка, я подхожу к ним, и байк начинает наклоняться в сторону, слушай, это интересная конструкция. Окей, тихо-тихо-тихо, успокойся, мой дорогой. Вижу вентили, два красных вентиля сзади, два желтых вентиля спереди, не знаю, будут они крутиться или они просто здесь для красоты, это мы узнаем чуть позже. Прежде чем мы начнем ездить на нем, давайте-ка поставим его на домкрат и немножечко покопаемся в его внутренности, посмотрим, что у него там под днищем находится. Так, сделаем вид от первого лица, чтобы было удобней. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, уберем, сделаем кувалду, чтобы нам ничего не мешало нашему обзору. Так, вижу, 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 еще одну рессору, вижу, которая у нас, соответственно, пружинит основание. Вижу контроллер, у нас здесь контроллер, и также вижу еще череду контроллеров, находящихся вот именно здесь. По-моему, это контроллер, да, а что же это еще такое может быть? Давайте-ка опустим, посмотрим. Сверху здесь не видно, сверху не видно. Я не хочу убирать кресло водителя, потому что если я сделаю это, то, конечно, всей конструкции придет конец, и нам придется заново все это собирать. Ладно, разберемся. Что еще у нас? Видимо, вся эта конструкция также, то есть задняя часть и передняя часть, они, конечно, находятся вместе, но они соединены. Соединены двумя рессоры, вот, две рессоры здесь, оказывается, есть, которые пружинят, соответственно. Пружинят и не дают конструкции быть статичной, и я так полагаю, что поворот происходит именно за этот счет, потому что я не вижу, чтобы здесь колеса были соединены каким-то образом с рулевым управлением. Да, они просто соединены с мотором, я не знаю, как все это дело поворачивается. Сразу видно, что огромное количество здесь стоит контроллера и связи с элементами. Видимо, все это делается именно для того, чтобы поддерживать баланс, потому что этот мотоцикл должен держать ось ровно, чтобы не заваливаться ни на один и другой бок. Ну что это, у нас здесь два подшипника, но они ничем не соединены, поэтому они просто прилеплены. Колеса, понятно, у нас идет передний и задний привод, одновременно причем. Что еще? У нас, по-моему, есть какие-то кнопки, давайте-ка опустим его и посмотрим. Что-то у нас было здесь, да, вот у нас две кнопки здесь есть. Так, уберись. Два переключателя, точнее, это даже не кнопки, они у нас с чем соединены? Они соединены у нас... С чем они у нас соединены? Одна из них... Кнопка... Подожди, почему ты сваливаешься, дорогой мой? Да ёкарный бабай! Оказывается, этот мотоцикл еще и пихается, еще и легается. Так, вторая кнопка у нас ни с чем не соединена, кстати, смотрите, никакой связи у нее нет. Вот первая кнопка, она соединена. Ладно, посмотрим, посмотрим, за что они отвечают. Так, у нас стоит здесь двигатель, двигатель внутреннего сгорания, насколько я понимаю. Это не электродвигатель, да. Что у него практически, да, на почти, не знаю, сколько это, на 80, на 70% выкручена мощность. Окей, два сенсора, два сенсора, которые удерживают... Удерживают баланс. Я, честно говоря, ни разу в жизни не строил подобные штукенции, вот с таким вот балансом. Поэтому сложно представляю, как это вообще действует. Но, судя по тому, что он стоит ровно, мне кажется, что все-таки эта система, она имеет место быть и она работает. Ну что ж, в принципе, внешний обзор мы какой-то сделали, небольшой. Конструкция сама внешне мне очень нравится. Смотрите, сзади еще один контроль даже здесь стоит. Конструкция очень нравится. Она красивая, она красивая, она модная. Модная, футуристическая. Ну, давайте посмотрим теперь, как все это дело ездит. Давай, дорогой, садись. Двигатель уже пох-пох-пох-пох-пох. Все, нормально. Так, ускоряемся. Я вижу, да, вижу передний и задний привод одновременно. В принципе, едет бодро. Посмотрите, самое, что интересно, реально, реально, мотоцикл держит баланс. То есть, он не заваливается ни на одну или другую сторону. Смотрите, эта штука даже поворачивает. Попробуем сейчас завалиться в сторону. Попробуем завалиться в сторону, посмотрим, насколько он выравнивает. Вот, смотрите, я поворачиваю, поворачиваю. Заваливаемся в сторону Держит, держит, баланс держит Потрясающе, очень хорошо Очень хорошо, все работает Так, стоп, стоп, отворачиваем Трамплин, давайте прыгнем с трамплина, посмотрим Уху, офигеть, смотрите У нас сегодня Мототриал на канале Нормально, все ездит Все отлично, все работает Жалко, что вот эти вот антенки впереди, они не крутятся Хотя можно, в принципе, можно их Тихо, 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 тихо Смотрите, он типа ровняет, ровняет, ровняет Ровняет баланс Так, посмотрим, где у нас вот эти самые черные антенны находятся Я что-то даже не вижу такой элемент Здесь, откуда они вообще взялись Откуда они взялись Дорогой Владислав Где ты их вообще взял? Я не вижу Не вижу эти антенны Что это вообще такое? А, вот они, вот они у нас антенны эти Так, давай-ка сделаем сейчас мы немножечко Немножко усовершенствуем конструкцию Смотри Мы уберем эту штуку Уберем вот эту штуку Так, на чем они у нас держатся? Давайте поставим сюда пару подшипников Просто Владислав, я понимаю, твое творение, оно уже достойно похвалы Но мы немножечко его усовершенствуем Потому что говорится, что Ты можешь использовать что-то чужое Только если ты сделаешь это еще лучше Тихо-тихо Вот мне не нравится, что он качается Потому что нам приходится Давайте отъедем немножко в сторону Давай-ка отъедем в сторону На ровную поверхность встанем Чтобы нам легче было мастерить Все-все-все-все-все Остановись, остановись, дружок Все, все, вроде нормально, успокоился Так, отлично Два подшипника поставили А теперь ставим сюда Вот эти хреновины Так, наверное, надо было как-то их по-другому немножко поставить Так, убираем Вот так Да, да, да Вот так вот именно мы сделали Теперь мы сейчас соединим Мы соединим сейчас Эти подшипники соединим С рулевым управлением Так, мы, нет, мы соединим с мотором Да, отлично Один И второй Так, и выставим сейчас направление движения Пусть они вращаются друг навстречу другу Вот так Давайте попробуем, сработает эта идея или нет Так, погоди Они были черного цвета Их нужно покрасить Где у нас наш paint tool? Отлично Так, выбираем черный цвет Стопэ Черный, черный, черный Отлично Все сделали Вот так вот черненький И черненький Все Теперь вот как будто так и были Может быть подшипники покрасим Можем их покрасить? Подшипники не пойти красятся почему-то Ну да ладно Ну что, садимся Поехали Вот это я понимаю Смотри, какая мясорубка получилась А че? Что это такое началось? Смотрите, реально, реально Это машина Машина Смертельных гонок Это байк Байк-убийца Который будет просто белями Хотя у него Эти антенки Не слишком-то Выпирает вперед Потом Ну Будет врезаться Врага Но их можно сделать Еще подлиньше И тогда они будут Очень быстро крутиться И Просто так Дрель будут Прорезать Прорезать врагов Я не понимаю Почему такой шум начался Ладно, давайте посмотрим Что у нас с кнопками Байк ездит Короче говоря Вы видите Байк ездит Байк поворачивает Он устойчив Он шикарен В своих Маневренных характеристиках Может быть он поворачивает Самым близким способом Он конечно У него очень большой Радный поворот Смотрите Он так Специфически Поворачивает Но я не знаю Можно ли было Сделать Что-то еще лучше А если вы знаете Как сделать Что-то лучше Сделайте лучше Прошите мне Постройку вашего Двухолесного байка И я сделаю Обзор Так С этим все понятно Давайте разбираться с кнопками Что у нас Зачем отвечать кнопки Кнопка номер один Офигеть Смотрите Байк превращается У нас Во внедорожник Я даже не знаю Это не квадроцикл Это Двуцикл получается Это Конкретный внедорожник Который может ездить Даже по самым Большим камням Подожди Он что-то Влепился в дерево И теперь не можно Ехать назад Причем все это работает В реальном времени За это конечно Отвечают контроллеры Все я понял Вот контроллер сзади У нас спереди Стоят по контроллеру И они отвечают за это Вот мы едем Нам нужно объехать Какие-то препятствия Нажимаем на кнопку На кнопку нажимаем Поднялся И врезался Так Давай-ка проедем По этой вот тропе Смотри На внедорожнике Ох Перевернулись Ой перевернулись Сейчас упадем Так Все Упали Давайте-ка Сложим Нашу конструкцию Ну понятно На гору он заехал Можно было бы конечно Смотрите Он сам переворачивается Вы это видели Вы это видели Ребят Мотоцикл Сам перевернулся Это очень круто Ну вы видите Маневренность конечно Не самая Лучшая у него Он поворачивает Но не так бодро Не так бодро Но он немножко заранее Начинает Поворот Причем как бы Поворачивает не переднее колесо А он как бы Полностью По своей оси Начинает Еще один прыжок Эпичный прыжок Так давай-ка Меняем конструкцию Теперь едем Вот на такой Очень крутой штуке Воу Отлично Мы даже не упали с вами Да это задний привод Так перевернется он сам Или нет Или он со мной Со мной вместе Смотри переворачивается Он переворачивается Особенно если мы ему поможем Еще вот так вот Смотри Оп И сам встал Потрясающе Потрясающая конструкция Очень крутая штука Я действительно Не загорелся идеей Освоить Вот эту Конструкцию Создание баланса На таких вот Двухколесах Да и не только Двухколесных Каких-то Четырехколесных Или трехколесных Транспортных средств Обязательно разберусь Как это делается Кайды по-моему Какие-то есть уже в сети В общем-то Смотрите На ходу Просто меняется Конструкция Он становится Именно таким вот Болитом Скоростным Или может становиться Внедорожником Который может Добавить все препятствия И сверлить Сверлить своих против Вторая кнопка У нас За что отвечает Давайте посмотрим Типа мы опять падаем Мы опять падаем Падаем И очень бодро Переворачиваемся Ведь так Давай-давай-давай Мой родной Переворачивайся Складываемся Вот так Отлично Вторая кнопка У нас Ни за что не отвечает Она ни с чем не соединена Написано Что переключите Сделайте этот Подключатель Соединяемся В общем-то Вот такой вот байк Я считаю Что постройка Очень удачная Хорошая конструкция Отличный внешний вид Он ездит Он поворачивает Мы его немножко доработали Сделали из него Байк смерти Поэтому Владислав Большое тебе спасибо Ставим тебе Отличный бал Ты хорошо справился И мы переходим К следующей постройке Следующая постройка Была создана Нашим подписчиком Которого зовут Макс Котов Он сделал сразу Два творения Первое из них Называется Автобус-дом Вот такой вот Автобус Но самое интересное Что как только я нашел Нашел этот автобус Я сразу увидел стену На которой написано Читаем по слогам Ма угли То есть Макс действительно Хорошо подготовился Он знал Что я буду обозревать Этот автобус И соответственно Сделал такое вот Приветствие Макс Отдельный тебе привет Отдельный салют Спасибо тебе большое Сразу видно Что ты готовился К этому Это очень здорово Еще интересный момент Друзья Если вы скидываете В группу ВКонтакте На свои постройки Обязательно В комментариях Там рядом Напишите Где именно В какой части карты Находится ваша постройка Потому что когда я их загружаю Меня выкидывает В рандомное место И мне приходится Оббегать всю карту Чтобы найти Вашу постройку А иногда даже приходится Сооружать какой-то Очень простецкий Примитивный Летательный аппарат И пытаться Взлететь повыше Чтобы увидеть Ну ладно Без лишних слов Переходим к обзору Этого Потрясающего Автобуса Дома Так Давайте сначала Осмотрим его внешний вид Прежде чем начнем его тестить Значит автобус Дома у нас имеет Вот такую вот Плоскую Плоскую мордочку Здесь как бы Вроде как Желтый и белый Я не знаю Может быть это фары Можно было бы Я думаю что можно было бы Сюда еще фары прицепить Было бы очень круто Сделать прямо фары Потому что Сделать боковые здесь И габариты сделать И противотуманки сделать И фары как таковые сделать Ну ладно Это уже В следующий раз Может быть мы сделаем Посмотрим Как-то может быть Доработать его можно будет Значит так Четыре больших колеса Все ясно здесь Плоская мордочка Есть окно Есть окно такое И второе еще окно здесь есть Видимо для второго пассажира Может быть даже Это не пассажир А как бы Навигатор Я был в Индии И там в Индии Всегда ездят по двое Один ведет Другой ему помогает Подсказывает дорогу Смотрит чтобы автобус Где-то проходил В узких местах Прям выглядывает Вылазит Может быть Как-то Координирует его действия Окей Смотрим Что у нас дальше Здесь Есть вот Какое-то Какое-то непонятное крыло Но оно Со всех сторон То есть это крылья Крылья над колесами Окей Дальше идем Я вижу сенсор Пока не хочу к нему подходить Потому что Хочу чтобы мы Сначала осмотрели внешний вид Потом мы уже подойдем Будем его тестировать Что дальше Еще одни колеса Вот сзади Непонятные какие-то Здесь тычки стоят Я еще не знаю Что это такое Наверное Это как-то будет участвовать Или это просто элемент дизайна Или это действительно Участвует В жизни самого автобуса И вот с этой стороны Тоже такая же Фигулина Не знаю Очень раскрашена Ярко Мне нравится фиолетовый цвет И его оттенки Поэтому даже внешне Мне очень нравится Как он выглядит Хорошо Давайте уже смотреть Что у него здесь есть Подходим к сенсору И что у нас происходит Так Появляется у нас кнопка Сенсор у нас Поворачивает кнопку Отлично Это у нас переключатель Мы открываем его И Мы видим Что у нас здесь Появляется Лестница По которой мы можем Зайти внутрь Отлично То есть здесь сделано окошко Так давай-ка Смотри Закрывай Вот смотрите Подножка у нас Поднимается И также у нас есть окно Окно Конкретное окно Которое продувается И создает Естественный приток воздуха В салон Нашего автобуса Потому что это не просто автобус Это дом По заверениям Макса В нем можно жить Давайте поднимемся внутрь И посмотрим Действительно ли можно В нем жить Так Давайте сделаем От первого лица Чтобы нам проще было смотреть Так заходим сюда Что я вижу здесь Я вижу здесь перила Перила Такое ощущение Что это какой-то балкон Или Крыша Крыша Ладно мы до нее дойдем Здесь у нас что это такое Это у нас похоже Какая-то кровать Я вижу еще один переключатель Здесь Нажмем на него И посмотрим Офигеть ребят То есть это самый настоящий лифт Ладно Давай пока спустимся Осмотрим нижний этаж Потом Сделано круто Смотрите Смотрите Я боюсь что я сейчас подниму И потом я не смогу его опустить Ладно Все ясно А это что у нас такое Ох ты боже мой Смотри Еще одно окно открывается Когда вы устали И в жаркий знойный день Как вот сегодня К примеру Здесь у нас Скреп механик Вам стало жарко Вы сидите дома У себя в автобусе Вы открываете Вот так вот окно И можете сидеть Читать свою Самую любимую книгу И наслаждаться Свежим воздухом И прекрасным вином Отлично Отлично Очень здорово Хорошее окно Так Этот переключатель Мы уже поняли Я Просто в шоке Что он сделает Туалет Унитаз Прямо на стене Погоди 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 Печо Это Дорогой мой Надо смывать Мы воду экономим Что он делает Здесь на стене Не совсем понятно Ну ладно Может быть мы Поймем это Потому что с той стороны Там как раз Были вот эти Непонятные перила Какие-то Может быть специальная Какая-то система Такая Что ну знаешь Там чтобы место экономить Просто взял Так вот Горизонтально Горизонтально Просто сел в туалет Посидел Как бы сделал свое дело Встал Вышел Причем Подпрыгнул сразу На балкон Ну да ладно Все ясно Сейчас поймем Как это работает Это у нас еще Одно Видим выключатель Который что делает Он закрывает Да Это тоже А это тоже самое Выключатель Просто конечно Да Вообще это разумно Сделано немножко Да здорово Ты как бы заходишь внутрь Ты его открываешь Ты выходишь наружу Ты можешь подойти Сделать здесь выключатель То есть И не надо два лишних Выключателя лепить Мне кажется Очень даже удобно Куча контроллеров Вижу здесь кучу контроллеров Естественно Они отвечают за все Преблуды здесь Так Еще два Два выключателя здесь Давайте нажмем их Посмотрим что у нас работает Охренеть Ребятушки Смотрите что у нас Здесь творится такое Это же Я думал что это Что это Огромная печенька На самом деле Это матрас Матрас шоколадного цвета Цветочек Это самая настоящая кровать То есть Если ты хочешь поспать Тебе обязательно Нужно будет Остановиться где-то Открыть Багажник И лечь на эту кровать И таким вот образом Таким вот образом Спать Ну я вот тут присел Немножко К сожалению пока что Наш механик Не умеет Спать Здесь лежать То есть Этот автобус Насколько я понимаю Для любителей Романтики Здесь Если ты и спишь То спишь всегда Под открытым небом Под звездами Смотришь на млечный путь И загадываешь желание При падающих звездах Отлично В принципе нормально Единственное Можно было предусмотреть Конечно Какой-то навес Чтобы так же Открывался Доставался Чтобы Или выдвигался Чтобы накрывать нас От дождя Вдруг ночью пойдет дождь Спать на свежем воздухе Хорошо конечно Но от дождя Нужно тоже защищаться Второй переключатель Он активирует Ааа Все понятно Все понятно Этот унитаз Этот туалет Специально для Тех кто не стесняется В общем-то Испражняться При других То есть на открытом воздухе Вы Прямо в пути Если нас было двое Наверное один бы вел Другой бы просто Сел на этот унитаз Сидел бы И смотрел назад Почему назад Не совсем понятно Можно было бы сделать Чтобы он испражнялся Смотря вперед На дорогу Ну может быть Да Как это Смотрел На Скрывающиеся За Холмами деревьями Дома Города И так далее И съехать задом Может быть Есть какой-то В этом смысл Друзья Напишите об этом В комментариях Как вы думаете Почему именно Спиной По направлению К движению Мы сидим На унитазе А не лицом Окей То есть Если Если ты захочешь В туалет Тебе Полюбас Придется Откинуть Вот эту штуку Смотрите Причем Эти перила Они еще поднимаются Здесь Это здорово Это здорово Они складываются Они складные перила Отлично Чтобы ты не выпал В самый ответственный момент Чтобы ты не выпал Во время движения С этого унитаза Окей Отлично Вот таким вот Серьезным выражением лица Наш механик Справляет Нужду Хорошо Это мы посмотрели Давайте теперь перейдем В кабину И посмотрим Что у нас здесь Я не могу здесь пройти Здесь очень узко Как мы туда можем попасть Так Эти контроллеры Я даже не хочу Честно говоря В них лезть Чтоб ничего Вдруг Не сбить Окей Так Давайте-ка закроем Стоп Кнопка Кнопка появись Так Закрываем Все Закрываем И теперь у нас По-моему Здесь еще есть А как мы можем Попасть в кабину Неужто мы можем Попасть в кабину Только лишь Нажав на кнопку Только лишь Вот так вот Как самый настоящий Дальнобойчик Забраться с улицы Запрыгнуть через окно Ну да Кабина очень маленькая Попасть сюда Похоже можно Только через крышу Или вот так вот Запрыгнув через окно По крылу По крылу Очень маленькая кабина Ну в принципе Что еще нужно Дальнобойщику Человеку Который живет В своем Доме На колесах В общем-то ладно Так вот он сидит Я не хочу сейчас Пока ездить Потому что Я хочу еще сделать Внешний обзор Закончить его Из кабины Мы попадаем Прямиком наверх Здесь есть Еще один переключатель Фиолетового цвета Он закрывает Здесь у нас люк Окей Тоже неплохо В принципе Так у нас здесь Есть раковина Ей мы можем Также воспользоваться Ходил в туалет Здесь на этой платформе Залез на крышу Помыл руки Мойте руки После После туалета Обязательно Друзья мои Иначе Иначе рукопожатие Не удаляйте Не удаляйте Не удаляйте ее Или не удаляйте Эту Бумажку С надписью Понятно Здесь у нас Лестница Которая поднимается Вот таким вот образом И опускается Отлично Все сделано круто Мне нравится Конструкция Вот этой лестницы Смотрите Она Поднимается Вот такая вот Лесенка И так же Она складывается К сожалению Сейчас я не могу Ее сложить Потому что у нас Кнопка осталась наверху В общем-то Внешне Насколько я понимаю Мы видели все Давайте сейчас Выйдем отсюда Выйдем Поставим на домкрат Посмотрим Что у нас там Снизу Так Прости Мой дорогой дом А снизу ничего В общем-то Все заколочено Заколочено Деревом Здесь один стоит Контроллер Который выглядит Как будто так Аккумулятор Какой-то В общем-то Ничего такого Сверхъестественного Здесь нет Да в общем-то Оно и не нужно Здесь Все закрыто Все четко Хорошо На деревянных Вот таких вот Колодках Стоят стойки Огромные колеса Все Все в общем-то На своем месте Ничего лишнего Давайте-ка уберем Эту штуку Ну и в принципе Я предлагаю Сейчас уже попробовать Провести тест-драйв Посмотреть как в деле У нас Куда ж ты вылез Мой дорогой Что случилось Блин Да екар Не бабай Смотри Я застрял Я просто здесь застрял Нам нужно каким-то образом Сесть за руль Как мы сядем за руль Эй Я застрял Помогите Так Мы что-то А мы можем нажать Смотри Мы можем нажать На приключатель Нет Это у нас контроллер Так Ребят Ну что-то надо делать С этим С этим надо что-то делать Нам надо как-то Выбраться отсюда Блин Придется Наверное Придется убирать А вот Смотри-ка Прости Макс Немножко твоему Автобусу Снесли крышу Но иначе Мне никак было Выбраться отсюда Так Давайте отдалим Вот посмотрим Значит Похож на такую ракету Старту готов Поехали Электрический двигатель Едет очень-очень плавно Так Он даже поворачивает У нас Сразу видно Да Передние колеса У нас поворачиваются По полю По полю Сейчас проедем Смотрите Все в общем-то Едет Для таких Неспешных Прогулок По миру Инженерных Гномиков Этот автобус Вполне себе Подходит Он нормально Ну конечно Под таким весом Рессоры не справляются Немножко Видно что Они проседают Вообще на максимум Но в любом случае То есть он едет Он поворачивает Ничего Сверхизедственного Ждать здесь Не стоит У нас также Рулевое управление Соединено с кнопками Которые Переключателями Которые Вот один открывает люк Второй у нас Опускает унитаз И закрывает его Третий Активирует У нас матрас Для сна Под Открытым небом И Еще один переключатель Открывает дверь В общем-то То же самое Что уже мы пробовали Использовать Но лишь Уже вынесено сюда На рулевое управление Вот такой вот дом На колесах Друзья Если вы любите Путешествовать Любите Походную жизнь Вы не привязаны К своей квартирке Или к домику В котором вы ведете В каком-то конкретном месту Берите вот такой вот Автобус Который построил Для нас Макс Котов Запрыгивайте в него Хватайте свою семью Куда Своих друзей И вперед Путешествовать А мы тем временем Переходим К его следующей постройке И последняя постройка На сегодня Это так называемый Грузовик С сюрпризом Я даже не знаю Что он из себя представляет Это самый сюрприз Такое ощущение Что грузовик Красного цвета Такой тягач Тащит за собой Какой-то непонятный Деревянный гроб И так же Я не понимаю Что за звук он издает Такое ощущение У него крутятся фары Друзья Я не знаю С чем это связано Почему у него Крутятся фары Давайте поставим Поставим его на домкрат Чтоб он не крутился По идее Мне кажется Это должно помочь Ох ты божешь мой Что это сейчас было Ёкарный бабай По-моему Я все испортил Так Мы можем эту штуку сделать Мы эту штуку Тоже можем поставить Кстати на домкрат Так Это у нас остался На домкрате Давай-ка поставим Что у нас здесь Какого Какого типа У нас замок здесь стоит Так Понятно Как только Значит у нас Грузовик опускается Так сразу начинают Действовать Смотри Там что-то отвалилось По-моему Что это Ракеты какие-то Непонятные Господи Что я только что наделал Я не знаю что это Что это вывалилось отсюда Ребят Я просто Я просто не знаю Что сейчас произошло Мне кажется Из-за того что я сейчас Переместил Я переместил Этот Тягач И этот прицеп Из него вывалилось Что это Это ракета Это похоже на Самую настоящую ракету Ладно Сейчас разберемся Если что Если я вдруг Сломал эту постройку Пожалуйста простите Я просто пытался Остановить этот Жужжащий звук Не знаю как это сделать Давайте начнем С внешнего вида Давайте просто уберем А давайте просто уберем Прости Макс Я просто уберу эти штуки Потому что они создают Не очень приятный звук Еще что-то есть Что-то еще там крутится Я не понимаю Что там еще может крутиться Сами подшипники крутятся Давай-ка уберем Сами подшипники О Все отлично Подшипники убрали Фары убрали Вы видели Что они там стояли Они явно Выполняли Какое-то предназначение свое Но я их убрал Просто чтобы у нас Не было этого Жужащего звука Так ладно Давайте осмотрим Значит у нас Такой вот огромный тягач Трейлер Красного цвета Хищный У него есть решетка радиатора Вижу там Огромное количество Контроллеров Стоит Каждый выполняет Свою функцию Я вижу электродвигатель Там внутри Насколько это Не позволяет Конечно сделать Конструкции Сзади у него Два здесь бензобака Это явно видно Два бензобака Система труб Топливная какая-то Здесь подводка идет Все четко Все это Вижу Рессоры у нас Две Торчат Не знаю что они держат У нас колеса Они у нас держат Всего у этого Тягача Шесть колес Шесть колес И это хорошо Он не будет проседать Ни на каких горках Вот эти Центральные колеса В центре тоже Они очень благоприятные будут То есть в общем-то Все по натуральному Что он еще здесь Еще какие-то Да вот есть какие-то вещи Я пока что Запутываюсь в этих связях Но он У нас Заднеприводный Заднеприводный Насколько я вижу Окей Все отлично Так у нас также Есть вот такой вот прицеп Тихо Давай поставим кувалду Прицеп На который я почему-то Не могу запрыгнуть Вот так я запрыгнул на него Я не знаю Он похож на гроб На какой-то Но судя по тому Что здесь лежит ракета Мне кажется Что эта ракета Является Является Начинкой этого самого гроба То есть это Не просто тягач Это самый настоящий Ракетный комплекс Что если мы уберем Что ты мой дорогой делаешь Давай-ка уберем Там кратик Вот так вот Отлично Да вот Немножко упал Я не знаю Где ракета должна Находиться Ну пойди Оп Тихо-тихо Что ты делаешь Так давай-ка Ведь можем Каким-то образом Давай-ка Несем его сюда Поставим вот сюда Что ты делаешь Право боже Поставили вот сюда И теперь Наверное Мы можем Да Лучше конечно Взять его еще раз Сюда И попробуем поставить Поставить прямо Напротив Тягача нашего Не знаю Очень сложно Конечно Так делать Потому что Непонятно Вообще Непонятные уровни Вроде как Вроде как Ну так Немножко Более-менее Ровно поставили Вот Практически В паз вошел Я не знаю Как он крепился Раз он так легко Отсоединился Я не знаю Какое там было крепление Потому что я ничего Не ломал В принципе Я просто убрал его Ну вот Он держится Ладно Где ракета была Я тоже не понял Откуда она снизу Увалилась Она просто лежала На земле Ну да ладно Это уже дело второе Вот еще Может быть они просто Сломали здесь Этот замок Я не знаю Короче Если что Простите Я не хотел Сами видели Я пытался сделать Как лучше Окей Давайте посмотрим Что у нас здесь У нас здесь Мы можем Открыть Открыть Нажать эту кнопку Давайте сделаем Первое лицо Так Я нажимаю на этот переключатель И у нас открывается дверь Мы можем зайти в кабину В кабине у нас Несколько переключателей Два места Кстати у нас здесь Два места Если мы садимся сюда У нас здесь одна кнопка И все Больше мы Все Мы не рулим У нас просто здесь Сидение Это видимо На кнопку мы нажимаем Закрывается дверь Да То есть это просто пассажир Это просто Штурман Который помогает вести Это средство Здесь у нас уже Смотрите Пять целых кнопок Давайте немножко отдалим Так Лучше бы Конечно было бы Закрыть дверь Какая-то у нас кнопка Закрывает ли вторую дверь Ох Смотри-ка Вот А Это у нас Открывается капот Кстати Можно было его не выламывать Можно было просто Открыть и убрать Эти фары Так Стоп Давай-ка вот эту дверь Закроем Просто все Ради приличия Так Давай-ка Закрывай И вылазь И садись сюда Все отлично Значит Первая-вторая Кнопка мы поняли Это у нас открывает Капот И дверь Третья кнопка Открывает А Сам капот Открывает Там у нас открывает Решетку радиатора И тут поднимается Сам капот Можем кстати посмотреть Что у нас здесь есть У нас есть Два электродвигателя Я вижу Я вижу трубки Я вижу также еще Контроллеры Огромное количество Контроллеров Типа аккумуляторы Да Наверное стоят Такая вот конструкция У нас осталась Еще одна кнопка Третья Две кнопки У нас еще осталось Четвертая кнопка У нас Открывает люк Здесь видимо Для проветривания Все понятно И последняя А Это замок Это друзья мои Замок Понятно Понятно Сейчас попробуем Давайте попробуем А мы можем Немножко же сдать назад Я правильно понимаю Вот я попытаюсь Сейчас Немножечко сдать назад Чтобы у нас Заехал Заехал пас Давай 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 Ох Ох Дружок мой Не получится Чувствую Не получится Чувствую Не получится Сделать Мне хочется Конечно Сделать так Чтоб у нас Все таки Все работало Как положено Давайте Возьмем Мы можем Здесь поставить Что если Мы просто Сейчас Вот эту штуку Сделаем И на домкрате Ее оставим Мы просто Опустим Ее вот так Опустим И сейчас Мы заедем Просто Мы заедем Я думаю Что мы сможем Это сделать Не такое Что это большое Предприятие Так Давай Садись Поехали Сейчас Будем Сейчас Парковаться Парковаться Аккуратненько Заезжать сюда Смотри Это просто В реальном времени Мы тестируем Эту постройку Как она Пригодна Для Действительной Эксплуатации Тихо 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 Да куда же ты Куда же ты Выворачиваешь Так Сюда Давай 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 Не очень Конечно Маневренная Но понятно От такой Махины Ожидать Супер Маневренности Что-то И не стоит Так Почему она Едет Почему она Поворачивает У нас колеса Ровно стоят Так Это очень странно Давай 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 Мне непонятно Смотрите Она поворачивает Совершенно в другую сторону Я не знаю С чем это связано Не понимаю С чем это связано Но я Выкручиваю колеса И она поворачивает Совершенно в другую сторону В любом случае Она поворачивает туда Ладно Что-то конструкция Немножко не работает То есть Что-то тут Что-то тут Смотрите Она автоматически Почему-то Заворачивает Это непонятно Это мне крайне непонятная Такая система, смотрите Я просто еду назад И он не хочет просто ехать назад Он все равно выворачивает в эту сторону Ну ясно, ладно, короче говоря Ездит, ездит у нас наш тягач Давайте разбираться с Прицепом Такой вот прицеп У него есть кнопка Давайте нажмем на нее, посмотрим, что случится Ничего не случится Так, посмотрим, она у нас чем у нас Соединена с каким-то контроллером Соединена с контроллером Но почему-то ничего не происходит Я нажимаю на нее И ничего не происходит Это странно Давайте поставим на домкан Посмотрим, может быть, на нем она будет как-то лучше работать Так, еще раз Я нажимаю на кнопку Switch is on the lift Что это значит? Переключатель На весу находится То есть, может быть, без Домкрата необходимо его активировать Но без домкрата Без домкрата он не работает Так, у нас есть контроллер Он с чем-то связан здесь Или что там такое внутри Сложно увидеть Так, а есть у нас еще какие-то переключатели здесь На этом прицепе Он, смотрите, замурован А, вот еще один есть переключатель О, смотри Открываются у нас Открываются двери Давайте заглянем внутрь Посмотрим, что у нас там есть Присаживайся, друг мой Все, я понял Ракета Это у нас прицеп Ракета-носитель Это что у нас? А, вот он открывается О, ты божечки, ты мой Ты посмотри на эту красотень Так, я просто обязан Я просто обязан Ракету водрузить туда Просто обязан это сделать Так, стоп Смотри, это очень круто Это очень круто выглядит Это очень круто сделано Так, собирайся Собирайся, дружище Смотрите, он Это просто Это просто бомба, смотрите Так, мы ложим сюда ракету Вот так, да И убираем Убираем домкрат теперь Каким-то образом Я не знаю, как мы это сделаем Он не может ее положить Потому что здесь, видимо, как-то Места не хватает Или что Вот так, думаю Ну да, да, да Потому что здесь вся эта конструкция Она не дает, не дает Положить ракету сюда Слушай, это было бы круто Это было бы очень круто Посмотреть, как действовали ее Мы просто не можем Мы просто не можем сюда поставить Это очень прискорбно Я не знаю, каким образом Ракета выпала отсюда Когда я начал перемещать Перемещать грузовик Погоди, а почему он меня Почему он взял Ты ракету должен был взять Почему сам Чагач-то берешь Так, ребят Запрыгиваем сюда Сможет, не сможет Он сюда ее поместить Нет, не очень Он ее ставит, конечно Да Один раз ты отсюда ее уберешь Это все Это конец Ты уже ничего сделать Не сможешь Да, очень-очень жаль Очень жаль, что так получается Ну-ка, давай-ка закроем Попробуем Попробуем сейчас Так Стоп Мы ее взяли Попробуем сейчас ее На плоскую положим Может, получится Так, погоди Нам нужно сначала Открыть Понятно, понятно То есть она С закрытой крышей Она не работает Смотрим 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 Так, вот она плоская стала Нет, нет, нет Не встает Вы видите Она не встает Здесь только два варианта Мы крышу должны будем убрать Или как Нет, просто не ставит Просто не ставит ее Ладно, в общем-то Понятно Но мне кажется Это было бы очень круто Очень круто посмотреть Как она запускается Так, давайте продолжим Наше исследование Внутри Что у нас там находится У нас просто контроллер У нас есть подставка Для ракеты Это здорово Два контроллера Которые активируют Соответственно все И вот там еще контроллеры Связаны еще с чем-то Может быть Может быть Сначала нужно нажать Эту кнопку Потом активировать Еще одну Посмотрим Сработает Не сработает Я нажимаю И что? Ничего не происходит Ничего ведь не происходит Да? Эти контроллеры За что-то отвечают Что-то 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 здесь Должно быть Но по-моему Это никак-то Не очень работает Ладно, ребят В общем-то Смотрите Это крутая штукенция Еще я заметил Здесь кнопку одну То есть Если по идее Мне не включать Охренеть, ребята Охренеть Это просто бомба Я не смог удержаться И не посмотреть На эту ракету В действии Поэтому я перекачал Файл Сохранения И установил снова Давайте сейчас посмотрим Как она Работает В действии Мы не будем Лишний раз Никуда не ездить С этим прицепом Чтоб не дай бог Она вывалилась Как она вывалилась Оттуда Я понятия не имею Потому что здесь все законопатчено Ни крыша Ни пол Не имеют никаких дырок Никаких отверстий Так, давайте сделаем От первого лица Чтоб нам проще было Открываем Ракета к запуску готова Смотрите, ребята Смотрите, ребята Как это очень здорово Мы сейчас эту ракету Мы запустим У нее даже есть Смотрите Как бы наконечник Такой, да Для того, чтобы Ей придать Аэродинамические свойства Она сделана из У нас получается Из дерева Есть крылья У нее Два двигателя На полную катушку Которые Выставлены Две турбины Поэтому давайте Сейчас ее запустим И посмотрим Как она полетит у нас Жалко, что я не могу Сделать это Как бы со стороны Глядя Что нам все равно Придется как-то Подходить сюда поближе Вот, мы вроде как На этот Заключатель Можем нажать сейчас И посмотрим Итак Ракета к запуску Готова Цель движется В северо-восточном направлении Подтвердите запуск ракеты Запуск ракеты Подтверждаю Итак Выпускаю ракету На счет Три Два Один Пуск Пуск сказал Ракета полетела Смотри, она полетела Она улетела высоко Она очень высоко улетела И она начинает, по-моему, крутиться там Смотрите, она крутится Она летит сюда Ракета возвращается к нам, господи Она сейчас взорвется Она взорвет нас, а не эту летящую цель Смотри, ракета теперь будет у нас Вечно летать по всей карте Я правильно понимаю? Ракета Давайте посмотрим, где у нас ракета Ракету не видно, все, ракета улетела, ребят Мы ее запустили в космос Теперь она будет вечно летать по этой карте И пугать маленьких механиков Большое спасибо, Макс За такую интересную постройку Это действительно очень круто Очень здорово было придумано Что у нас даже происходит как бы запуск ракеты Я, честно говоря, до такого даже не ожидал Спасибо большое, друзья, что вы смотрели Еще раз напоминаю, если вы хотите, чтобы Ваши чудо Инженерные мысли попадали к нам на канал Обязательно заходите в группу ВКонтакте Ссылки на которые есть в описании Оставляйте в соответствующей теме Скриншот на свою постройку И файл сохранения Я буду обозревать их на этом канале И вы и все другие зрители Смогут увидеть и насладиться Этим произведением Искусства А на этом я заканчиваю Наш сегодняшний обзор Спасибо большое всем Ребятам, которые сегодня Постройки делали эти для нас За это, ребят, обязательно влепите лайк И подписывайтесь на канал Дальше будет больше С вами был Маугли Всегда оставайтесь на высоте Как эта ракета И покедова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok